Всем привет! Вы на канале Танюшка-хозяюшка. Сегодня я готовлю вкусный ужин. Это будет запеченная рыбка с картошкой в духовке. Оставайтесь со мной и будем вместе готовить. У меня рыбка это горбуша, вот такое вот филе. Оно у меня было замороженное, сейчас я его разморозила. Филе покупала готовым. Вот так вот оно выглядит. Сейчас я его немножко потру. Что если где-то остались какие-то... Если филе осталось, где-то было недочищено, чтобы немножко почистить. Я прям вот на разносик взяла вот такой вот большой, это мне противень. Почищу вот так вот немножечко и ополосну. После чего я филе буду нарезать на кусочки. Кусочки буду делать не совсем маленькие. То есть вот одну половиночку я порежу примерно на 5-6 кусочков. Я стараюсь много времени на кухне не проводить и приготовление сегодня, это ужин, будет быстрым, как всегда. Рыбку промываю. В промытую рыбку я положила вот такую вот форму. Сейчас в этой же форме я и буду ее запекать. Порежу и снова сюда же сложу. Я сейчас ее нарежу на кусочки. Делаю прям покрупнее. Можно уже в принципе включить духовочку, чтобы она разогревалась. Так, рыбку обратно перекладываю. Перекладываю спинкой вот так вот, шкуркой, да, вот этой вот на низ. Чтобы она у меня в дальнейшем не пригорела. Масло наливать не буду. Так, еще одна готова рыбка. Отправляю ее в форму. Так, и у меня осталось последнее. Попадаются небольшие косточки, мелкие в филе. Ну, это не страшно. Они не такие острые. Они сварятся в приготовлении. В духовке они дойдут. И острыми такими не будут. Ну, все. С рыбой я закончила. Теперь я возьму картошечку. Картошечку мне нужно почистить. Еще мне понадобится лучок. Так, рыбку я уже подготовила. Посолю ее немножко сейчас. Картошечку я тоже уже начистила. Совсем немножко, много не буду солить. Так, теперь картошечка. Я возьму вот столько, много брать не буду сегодня. Много не буду делать. Лучок у меня уже был почищенный. Тоже вот такой вот маленький остался. Ну, я думаю, что сойдет. Вот что сойдет. Хватит. На приготовление блюда хватит. У меня какие-то волосы сегодня, как будто я, прям, какие-то сосульками висят. Мокрыми руками, что ли, я их попробовала, не пойму. Так, лучок нарежу. Я нарежу полукольцами. Сейчас я покажу, как сократить приготовление блюда, ну, почти в два раза, так скажем. Вот, чтобы у меня не стояла рыбка в духовке целый час. А чтобы за полчаса у меня все блюдо уже было готово. Так, сделаю вот так, вот поменяю местами. Сюда лучок высоты в чашку, а картошку заберу. Так. Так же можно полукольцами картошечку порезать. Кто, как любит, можно кубиками, квадратиками. Я порежу вот такие колечки небольшие. Вот так вот. Можно на терочке специальные, если кто-то любит использовать терку. Вот так. И таким же способом я дорезаю всю остальную картошку. У меня, как всегда, все быстренько-быстренько. Можно вместо горбуши взять, например, пангасиуса. Ментай хорошо подойдет для такого блюда. Сегодня вот я решила сделать с горбушей. Давно горбуши не ели. Выбирала, как сделать. Или сделать горбушу в кляре, Или вот сделать запеченную картошкой. Подумала, думаю, если в кляре делать, надо какой-то гарнир к ней. А гарнир уже что-то все надоело. Вроде гречку недавно ели. Пюрешки тоже вроде бы ели. Та же самая картошка. Да, макарошки были недавно. Вообще все ели. И вспомнила, что давно не запекала. В рыбку можно масла не добавлять. Так как все равно потом буду заправлять я соусом, Перед тем, как в духовку отправлять. К тому же она в стеклянной вот этой тарелочке, Она не пригорает. Все. Сегодня у нас опять Михаила пригласили На какое-то мероприятие от кваса. Тоже сказали завтра, что пришел пораньше, Нарядный, в белой рубашке, в брючках. Ну, прям звезда успевает везде. Расскажу вам продолжение, историю про дверь, Которую я сломал. В общем, сейчас это все В общем, с тем мальчиком, с которым они сломали дверь, Сейчас у нас с папой заказали дверь. Все-таки придется нам ставить новую дверь совместно С другом, с Мишином, с его папой, с его родителями. Ну, пока вот в таком вот неизвестном счете. Дверь не установлена, мы ее только заказали. Так что все-таки финансовые затраты мы понесем. Ну, вот, все, картошечку я нарезала. И чтобы картошка вот эта вся долго не стояла в духовке, Чтобы блюдо быстрее изготовилось, Я сейчас эту картошечку вместе с луком Поставлю в микроволновку на 10 минут На максимальной мощности. И через 10 минут у меня уже картошка будет наполовину готовая. И блюдо, соответственно, сократит время приготовления, Ну, практически в половину. Так, убираю микроволновочку. У меня микроволновочка вот здесь вот и стоит. Как раз под камерой. Накрою крышкой. Обязательно крышечкой накрыть нужно. Крышечкой накрою обязательно. И ставлю на 10 минут. Ну, а этим временем, пока у меня картошка стоит в микроволновке, Я сделаю сок, которым буду заливать вот эту вот рыбку. Чтобы она у меня не была сухой. Ну, вообще, чтобы она была с каким-то таким растворчиком, бульдончиком, Чтобы она хорошо проварилась, Сделаю еще соус. Соус у меня будет состоять из майонеза. Можно взять вместо майонеза сметанку, кто как любит. Возьму аджику кавказскую. Можно добавить горчички туда. Да, то есть тоже все, что кто любит, по желанию. Я беру обычно майонез, аджику, И заправляю все молоком. Делаю все на глаз. Буду использовать ежика майонез, Молочко, И вот такой вот аджику кавказскую. Можно взять любую тару, в которой удобно размешивать. Я вот взяла вот эту кулачу кашечку. Тариночку взяла. Наливаю сюда молока, все на глаз. Ну, буквально, может быть, стакан. Больше не надо, 200 миллилитров. Добавлю парочку больших ложек майонеза. Таких прям больших-больших. Ну, прям можно вот так прям, да? Такая. Так, и аджики добавлю. Аджики тоже, я не жалею. Мы любим такую аджику, она прям Такую специфическую остроту придает. Вот столько будет достаточно. Прям вот такую ложечку. Все, положила. И теперь, ну, я вот таким венечком пользуюсь. Можно вилочкой перемешать. Что-то, кому как это? Иногда я беру стаканчик такой с носиком, в нем размешиваю. С него очень удобно поливать потом. По картошке распределять. Все очень быстро перемешивается, размешивается. Все, и вот такой вот получается сунг. Видно? Видно вот. Вот такой вот сунг. Все. Буду им заливать. Сейчас у меня картошка отойдет. Я картошку сюда выложу слоем. Сверху залью вот этой смесью и поставлю в духовку. Картошечка у меня уже подошла. Сейчас я ее достала. Прям горячая очень. Тарелка. Прям пар с нее идет. О, какой. Все, прям видите, какой прям пар. Все, картошка уже, можно сказать, наполовину готова. И все, можно все это дело вот так вот отправлять сюда. Обычно я делаю немножко по-другому. Делаю так, чтобы лук был снизу. Сначала лук засыпаю, а потом еще картошку. Ну ладно, сегодня по-быстренькому. Будем считать, что мы в походных условиях. Потому что все. Как всегда, все набегу. Так, разровняю немножечко. Так, конечно, лук-то надо, чтобы на низу был, потому что он в духовке может подгореть, если он будет сверху. Картошечка уже прям видно, что она и цвет поменяла. И уже прям запах картошки стоит. Больше я солить не буду. Я не люблю, когда сильно соленая. К тому же майонезе есть соль. Аджика такая, она остренькая. Поэтому солить я уже больше не буду. Вот, вроде, весь лучок я спрятала туда, чтобы он был под картошкой. И сейчас я вот это все дело взорву ким-соусом. Можно даже перемешать, потому что аджика немножко уже там на дно осела. Вот прям вот так вот заливаю. Опа-ля. Все. И убираю в духовку. Духовка уже разогретая. Давайте я покажу, что у меня тут получилось. Вот такая вот картошечка. Я ее сейчас в духовку поставлю. Она дойдет. Ну, буквально на полчаса. Долго не надо. Самое главное, чтобы соус закипел и немножко выкипел. И вот такую залитую картошечку уже я вставлю в духовку. Вот тут у меня бутылки, бутылки. Сейчас у меня духовка на 200 градусов стоит. Пусть она так и остается. Добавлю. Единственное, выставлю время. Поставлю минут 30. Пусть 30 минут постоит. Посмотрю, как она будет запекаться. Возможно, что еще добавлю сыру, чтобы она была более красивая сверху, аппетитная, ароматная. В общем, чтобы нельзя было устоять. Так как детки все равно бредненькие. Ей надо, чтобы еще это было не только вкусно, но еще и красиво, чтобы это было. Чтобы это вызывало аппетит. В общем, короче, пусть стоит. Сейчас я ее сыром присыплю. Еще минут 10 она у меня будет стоять. Натру сейчас сырок. Я буду использовать билибинский сыр. И вот сюда посыпаем. Так. И прям вот немножко сделаю, чтобы немножко присыпалось. Тогда уже там все выпарится. Вся водичка лишняя. И вообще будет все хорошо. Все вкусненько будет. Картошечка наконец-то запеклась. Муж уже ходит кругами. Быстрее-быстрее меня поторапливает. Сейчас покажу, что получилось. Картошка с рыбой просто бомбическая. Сочная, аппетитная. Можно просто отъесть ум. Если вам было интересно, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Печенька. Ой. Ты что, напугалась? Мама чихает, а ты напугалась? Носик-курносик. Носик-курносик. О, что-то Миша там ставит стирать. Как у тебя дела в школе? У меня в принципе все нормально, сегодня передавала географию, географию 4, я там одно не запомнила, а там в цифрах не запомнила Цифры неправильно что ли сказала? Я вообще их не запомнила А что по поводу этого, что там у тебя было, что ты там неправильно ему сказала? Про Млечный путь, галактику, там что он спрашивает? Нет, я неправильно сказала, получается, как это называется, получается вот от экватора до полюса, северного там такого, вот, и от экватора до центра земли, вот в ядро, вот, я это вообще не запомнила, я это не знала, вот, а потом... Ну, этот Е4, да, снизил? Да, так я в принципе все правильно назвала А какие новости? Потом, это был у нас русский первым уроком, я сижу на русском, вначале даже было немножечко весело, то есть мы там где-то смеяли, где-то что-то еще, вот Валюйся ко мне А потом я сижу, чувствую, что-то вот мокрое в носу, просто выдыхаю, и у меня кровь на тетрадку Ты что, кровь пошла из носа, что ли? Да, вот отсюда, как у меня обычно идет Потом... Ты что, тетрадь замарала? Ну-ка, покажи Что ты там замарала? Вот такая вот И... ну-ка дай сюда, это твоя тетрадь? Это вообще ужас! Ты что, разучилась писать, что ли, Катя? О-о-о-о! Катя, такое даже стыдно на камеру показывать, ты посмотри, как это вообще ужас! Это девочка Меня всегда влаги нюхает Ой, спасибо, не надо! Дай посмотрю! Дай посмотрю! У меня запароли Трояк! Ну вот здесь же ты красиво писала, что случилось-то? Что там за каракули? Вот здесь более-менее написано Слушай, я там взбесилась сильно Ты посмотри-ка, вот здесь посмотри, как красиво написано Вот все красивая тетрадь Да это не моя, это не мои страницы А кто это писал? Вернее, вот это мои страницы, а там не мои страницы Да я писала Да здрасте же, вообще! А это что? Три с минусом? Ты что? И тут три с минусом? Кать, это что такое? Я вообще в шоке Да вообще, вот кровью заделали Вся тетрадка грязная, вообще ужас Вся грязная, мало того, что вся в ручке исчеркана Это вообще кошмар Ладно, давай дальше И что дальше было? Вот у тебя кровь пошла, и что? А потом я просто запрещенила голову и попросила Ну что? Ну давай, давай, рассказывай Что ты попросила, что случилось? Я попросила В медику пошла Нет, я попросила одноклассницу, чтобы она сказала Ну, преподаватель, что у меня кровь пошла Она сказала, и Равидуальницами сказала пойти в туалет Я пошла, и за мной она, то есть я спустилась на второй этаж, а мы были на третьем И за мной бежит еще одна моя одноклассница И, короче, я захожу в туалет на месте с ней И я жду, пока она мне принесет масло из столовой Холодное, оно в морозилке было На столовую пошло, что ли? Да, и салфетки, чтобы она мне принесла Вот Мы-то, может, минут десять стояли в туалете Там еще такие салфетки были красивые Там были снеги, там были свечки, такие шарики новогодние Вот Долго кровь-то шла у тебя? Ну, пока она бегала, ну там где-то на пять Один раз у тебя сегодня была кровь, в смысле? Ну да, один раз Голова-то ничего не болела? Болела, потом То есть перед нет, а потом уже болела А русский еще первым уроком, да, был? Да, потом у меня всю литературу голова еще болела И все-все И вот сейчас немного болит Я знаю Оценки какие? Все Ну, только по географии сделала Теперь у меня четвертый Не, ну русский, конечно, вообще я в шоке Я просто в шоке Что случилось-то я не могу понять Да я не знаю Почему так отвратительно тетрадь-то написана? Ты что, хочешь, чтобы мне учительница позвонила или это? На собрании же меня будут говорить Катя, посмотрите, как скатилась Посмотрите, у нее тройки Ну я вообще Потому что я пишу плохо А почему? Ты всегда красиво писала Я просто мешаю ошибки и вот за это время ставлю тройку Так у тебя тут не ошибки, у тебя тут грязь У тебя тут сплошная грязь Вот ты посмотри, вот ты о чем думаешь? У тебя, во-первых, буквы все начали скакать Почему они у тебя все скачут? У тебя, посмотри, вот здесь-то как красиво написано Тут-то вот хоть на выставку отправляй Посмотри, какая работа Чистая, красивая Все буковка в буковке А тут что случилось? Ты что, влюбилась? А что такое? Что у тебя в голове-то, дочка? Это же буковка в буковке? Конечно Я вообще в шоке Вы что меня каждый день-то это Все по голове удивляете И все не тем, чем надо, а? Вообще, Кать А у тебя какая оценка по-русскому вообще выходит? Четыре А за что тут четыре-то я что-то не пойму Может ты мне это Лукавишь, может быть, что у тебя четверка-то? Может четыре Не слушает объяснения Двояк Тут же все правильно написано Ты не видишь оценка-то какая? Ну блин, я же все правильно написала Ну, ты не видела эту тетрадь? А ты тетрадь в первый раз, что ли, видишь? Я что показываю-то кому? Я не знаю почему Написано, не слушаешь? Объяснения Значит, что-то неправильно Ты это поняла Преподавателя Короче, давай, завязывай с телефоном все свои игрушки Все свои разговоры вечерние с девочками И делай нормально Я буду тебя проверять тетрадку Это что такое? Мы на тебя, как говорится Понадеялись, что ты будешь это все это Как сказать Сама будешь контролировать себя А ты делаешь черти-чет Ну это действительно вообще безобразие какое-то Слов нет Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...